Автомобильных пробок в Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня станет меньше. Несколько часов назад был открыт северный участок так называемого западного скоростного диаметра. Он свяжет между собой противоположные окраины города и позволит грузовому потоку пойти в объезд городских магистралей. На открытие по новой дороге приехал за рулем автомобиля и Владимир Путин. Николай Булкин передает из Санкт-Петербурга. Первые машины уже появились на новой дороге. Вообще-то строящиеся в Санкт-Петербурге. Западный скоростной диаметр платная трасса, но на ее северном участке временно за проезд денег не берут. Оценить преимущество нового городского маршрута автомобилисты могут пока бесплатно. Машины здесь в черте города в буквальном смысле пролетают мимо. Во-первых, дорога скоростная. Во-вторых, по большей части она построена над другими городскими улицами, где машины стоят в пробках. Северный участок 26 километров. Лишь один из этапов амбициозной стройки. Здесь дорога выходит на шоссе Скандинавия. Получается, заезжая на западный скоростной диаметр далеко от города, вы можете оказаться совсем рядом с центром, не встретив на пути ни одного светофора за 15 минут. Проекты такого рода – это развитие территории, развитие страны в целом, потому что они повышают безопасность для граждан. И в этом смысле я поздравляю всех петербуржцев, всех, кто будет пользоваться этой трассой. Они улучшают экономику. Изначально мы планировали, что этот участок дорожной системы Петербурга будет связан органично с морским торговым портом. И отправители и получатели грузов будут им пользоваться активно. Так и происходит, как мне сейчас рассказали. Именно на это мы рассчитывали. Это значит, что вложения, которые мы планируем в развитии инфраструктуры, организуются правильным образом, приносят отдачу. Дорогу строят уже 8 лет на бюджетные средства и на деньги частного инвестора. Если посмотреть на карту города, то дорога в будущем соединит южную и северную части Санкт-Петербурга. Асфальт появится и над Финским заливом. Этот отрезок небольшой, но самый технологически сложный. Нужно построить несколько громадных вантовых мостов в районе Васильского острова, еще тоннель под рекой Смоленкой. Учитывать нужно и судоходство, а еще климатические условия, ветра и сильные морозы. Более третий участок проходит на эстакадах, в связи с тем, что, естественно, в городской черте мы тогда проходим. И очень, естественно, насыщенная и большая работа по переустройству всех инженерных коммуникаций. Сейчас уже готов южный участок, по нему можно за 30 рублей уже проехать. Теперь вот северный. Строительство центральной части в Финском заливе обещают закончить через три года. Новую дорогу лучше всего, конечно, проверять за рулем автомобиля. Здесь пока еще не все съезды готовы, но как только достроят, тогда же и пункты оплаты появятся. Из Петербурга путь президента лежит уже на Селигер. Там сейчас проходит молодежный форум. Очевидно, в лесу у костра главу государства ждет политически активная молодежь. Николай Булкин, Виктор Худей, Сергей Преображенский, НТВ, Санкт-Петербург.